Владимир Мачкевский, как он сам утверждает, севастополец в 11-м поколении. Говорит, его фамилия встречается в различных источниках еще со времен основания Белокаменного. Как только узнал, что возле плода туристский проводится субботник, сразу же решил присоединиться к акции. Встречаем здесь помимо людей нормальных, людей разных, ненормальных, которые приезжают сюда отдохнуть, но не утружают себя тем, чтобы забрать с собой то, что они с собой привезли. А Сергей Егорин вообще живет в нескольких сотнях метров от туристского пруда. Помнит, как в детстве водоем был настолько чистым, что там даже рыба водилась. Вместе с семьей часто ездили сюда на рыбалку. Теперь Сергей все чаще находит здесь стекла, пластик и даже строительный мусор. Мужчина уверен – тех, кто не бережет природу, нужно воспитывать. В Тайване где-то выбросил бычок, 100 долларов заплатил. То есть люди потом понимают. У нас тоже нужно. Наверное, какие-то такие вот методы нужны для того, чтобы везде было чисто и красиво. Патрули что ли нужны, когда люди отдыхают, чтобы они потом не оставляли за собой такое. Субботники надо проводить и начинать любое хорошее дело убирать место, где мы живем. Я прочитала вчера на сайте правительства, что здесь планируется субботник. Ну, посмотрела, думала, погодные условия не позволят. Но, наверное, здесь и погода над нами смилостилась, дождя нет. Поубираем, чтобы была не только вода, но и была чистая. Субботник возле пруда «Туристский» проходит в рамках акции «Вода России». Она стартовала по всей стране. Это ежегодная акция, она уже проводится четвертый год. Вот сегодня она стартует у нас здесь, на этом месте. И дальше еще она будет продолжаться до октября. Значит, планируем также провести такие мероприятия в Хмельницком, на обводненном карьере в Инкермане. И дальше уже будем по морю, именно планируем в Ласпи. Пруд «Туристские» – сооружение искусственное. Эту плотину, ограждающую водоем от жилых домов, построили еще в 1954 году. В советские годы пруд использовали для орошения полей. За годы существования плотина постепенно ветшала. Ремонтом сооружения никто не занимался. Несколько лет назад вода даже начала подтапливать жилой сектор. В прошлом году пруд передали на баланс Севприроднадзора. Гидротехническое сооружение начали ремонтировать. Заменили заглушки, пластиковые трубы, а водосбросный канал расчистили и восстановили. Ремонт пруда «Туристский» завершили в декабре прошлого года. Максимальная наполняемость водоема – 220 кубических метров. Сейчас талые воды наполнили его примерно на 40 тысяч кубометров. Совсем скоро отдыхающие смогут здесь уже купаться. Но вот такие вот бутылки, которые здесь можно найти во имя субботника, которые остались после нерадивых жителей, могут просто-напросто поранить отдыхающих. Среди местных жителей даже ходят слухи о том, что территорию возле водоема кто-то планирует застраивать. Люди называют ситуацию недопустимой. Но эту информацию все в природнадзоре опровергают. Никаких работ, соответственно, тут планироваться по застройке, там, ИЖС или каких-то гостиниц именно на водном объекте не может. Почему? Потому что земельный участок под водным объектом не формируется под прудом. Никакой застройки не будет. Местные жители надеются, пруд продолжит наполняться. Осадки и должны стать своеобразной проверкой работоспособности всего комплекса водоема. А в скором времени городские власти собираются провести капитальный ремонт гидротехнического сооружения. Святослав Данилов, Дмитрий Стидоренко, Новости Севастополя. Святослав Данилов, Дмитрий Стидоренко, Новости Севастополя. Святослав Данилов, Дмитрий Стидоренко, Новости Севастополя. Перед海 арабаיסτεСвяты.